Режем ножницами, нас научили как резать и стараемся, чем больше нарежем, тем, как говорится, они быстрее навяжут. Председатель совета ветеранов села Власиха Лариса Корнева все свободное время проводит в этом импровизированном цехе. Впрочем, таких, как она, здесь не один десяток. В основном пенсионеры, но и работающие женщины по 3-4 часа в день занимаются волонтерством, режут ткани, плетут маскировочные сети и костюмы. В каждом подсилу просто разные плетения. В одном плетении нужно, так скажем, подключать фантазию, а в другом чисто следовать по плану, по инструкции. Какой план? Вы сейчас по плану или фантазию подключаете? Нет, это строго по инструкции. В день здесь плетут по 50 квадратных метров сетей. Чтобы было понятнее, это где-то 4,5 сети. Инструкции по плетению тут же в цехе. Вязальщицы со стажем говорят, главное желание. Не всегда приходят люди, которые хотят обучаться плести правильно. Это совершенно несложный процесс. Этому обучиться можно за несколько часов. И на следующий день вы уже придете подготовленными, вы уже придете подкованными. Вы говорите, что нужно правильно плести. То есть, получается, где-то плетут неправильно? Ну, понимаете, я не могу сказать за всех. Иногда попадаются такие сети и на просторах интернета, и так далее. Но которые... сети должны беречь. Сети должны укрывать, сети должны оберегать. А для этого нужно их плести так, как нужно. Только в Барнауле у этого волонтерского движения три адреса. Так что всем желающим помочь найдут место, где их руки точно пригодятся. А плетут здесь не только маскировочные сети, но и такие костюмы тоже по всем стандартам. К примеру, этот для разведчиков легкий, удобный. Главное, маскирует отлично. Ольга рассказывает, их волонтерское движение охватило уже многие районы края. Правда, в районах другая проблема. Рабочих рук достаточно, не хватает ткани. Впрочем, в Барнауле для плетения в ход идет даже крашеная тюль. Так что огромное спасибо здесь скажут всем желающим обеспечить женщин материалом. Ведь в районах шьют и постельное белье, и одежду для раненых. Посылки на фронт отправляют регулярно. Я смотрю успехи нашей всей команды, куда, сколько, кому отгружается. Более того, мы видим обратную связь, которая, в принципе, ребята благодарят, что они получают посылки и тем самым поддерживают нас тоже на дальнейшие подвиги. Очередная отгрузка отшитого и собранного в 20-х числах марта. А желающие совершать подвиги в тылу могут звонить по телефону. Его вы видите на экране. Кстати, волонтеры готовы выезжать с мастер-классами по плетению сетей в колледже и школы города и края. Такие запросы тоже есть. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.